Привет, друзья! С вами этот магазин QQ.ru, я Андрей, и у нас, как всегда, вовремя обзор замечательного смартфона Alcatel Idol 4S, или Idol. Давайте не будем спорить о произношении, Idol есть Idol. Моделька у нас в расширенной комплектации на обзоре, есть еще вроде как версия без очечей и так далее, но она в России не продается официально. В России продается вот такая вот штука, и по сути за эти деньги эта комплектация интересна тем, что в цену, да, она не низкая, но такая средняя цена все-таки, особенно за флагманские устройства, нормальная цена. У вас сразу предлагаются очень прикольные наушники и VR-очки в комплекте, ну, про чехол не говорю, это, ладно, копеечная вещь. Давайте, собственно, немножко сначала, само собой, начнем с упаковки, потому что здесь по-другому никак. Так, здесь будет много макулатуры, предупреждаю, сразу инструкция по тому, как этот шлем разбирать и надевать бумажки, которые мы отбросим по доброй традиции подальше. Вот они у нас здесь. Собственно, вот очки. Собственно, сам телефон, причем он здесь уже находится в положении, закрепленное в очки, но, само собой, его нужно будет только развернуть с экраном внутрь, чтобы использовать. Вот так вот на кнопочку он высовывается, здесь, опять же, макулатурка, наушнички как раз JBL-овские, вакуумные. Очки, ну, давайте откроем. Открываются они вот на эту кнопочку и выезжают, вот так вот. Все здесь в пленочках, тря-ля-ля. Так, ну, здесь, понятно, резинка для очков, чтобы прикреплять вам их в голове. И стандартные аксессуары, микро-USB кабель и стандартная зарядка на 2 ампера, само собой, поддерживает функцию быстрой зарядки от Qualcomm. Ну и чехольчик, вот такой вот, плотненький, но в то же время гнущийся, симпатичный, можно использовать. И пленочка, пленочка, ребят, на стекло горел глаз. Сразу скажу про очки, чтобы здесь все вопросы и сомнения отпали. Очки, да, есть, да, они работают и, возможно, вам даже понравится первое время как-то их использовать. Но, честно говоря, они очень слабо отличаются, именно эти очки, от тех, что вы можете купить самостоятельно, в том числе, например, на сайте QG.ru. Ссылки на очки, конечно же, в описании. Не такие же, но тоже нормальные. Этот VR-шлем, не знаю, как его еще назвать, само собой не сравним по качеству с таковым у Самсунга. Здесь не надо строить иллюзий. Да, он есть, да, он работает, да, вы можете в нем смотреть видосики, играть в какие-то VR-игрушки, но какого-то вау-эффекта у вас он не вызовет. А большая часть людей вообще достают эти очки, вставляют в него телефон, смотрят один раз и убирают ее подальше, пылиться. Ну, давайте, собственно, перейдем к обзору самого телефона. И вот он перед нами, красавчик этот. Действительно, смартфон выглядит стильно, более того, он маленький и легенький, несмотря на то, что в нем установлен 5,5-дюймовый экран. Отмечу сразу, что, я не знаю, какое извращение сделал это, но смартфон глянцевый на задней крышке и адские марки совершенно. То есть, вытирать отсюда отпечатки вы будете практически всегда. Ну, и на самом деле, вот эти вот динамики как раз и есть, наверное, одно из самых интересных, что в этом смартфоне есть. На самом деле, в нем интересного много. Во-первых, это 2К-экран, еще и Super AMOLED-матрица. Во-вторых, это выделенный аудиопроцессор для наушников. Смартфон очень-очень интересный, и Alcatel постарались сделать его действительно, ну, не знаю, топовым по набору различных интересностей, сами судите. 2К-экран, матрица Super AMOLED. 3К-экран, стереодинамики от компании JBL, да, наушники от компании JBL, причем для наушников здесь встроен отдельный аудиопроцессор. Соответственно, звучание здесь отличное. Камера основная на 16 Мп, позволяет снимать видео в разрешении 4К. Камера для селфи на 8 Мп. Есть NFC, есть быстрая зарядка, и да, тут нету датчика отпечатка пальцев. И, пожалуй, наверное, это один из таких основных минусов. Сборка не вызывает нареканий, все забрано и подогнано идеально, никаких здесь люфтящих поверхностей нету, да и, в принципе, смартфон неразборный. Если же говорить про элементы управления, то на лицевой части мы практически ничего с вами не увидим, под экраном клавиш никаких нету, кнопки наэкранные полностью. Над экраном находится глазок камеры и, собственно, датчик освещенности. И сверху и снизу располагаются две прорези в динамиках. Задняя грань стандартная, здесь находится выступающий довольно-таки сильно над поверхностью глазок камеры, который, хотя и написано, что защищен закаленным стеклом, тем не менее рекомендую очень использовать какой-то чехольчик, ну, хотя бы заднюю поверхность защищающую. Довольно-таки большая вспышка двухтоновая и надписи различные на зоне компании, название модели и данные сертификации. Особенно не знаю, зачем вам данные сертификации, но пусть будут. На левой стороне смартфона расположена кнопка включения блокировки и комбинирован лутук для двух сим-карт или карты памяти. И сразу скажу, расположен он чертовски неудобно, тянуться за ним, чтобы смартфон заблокировать, ну, действительно, неудобно, если вы держите смартфон правой рукой. Если держите смартфон левой рукой, то удобно. Из чего я делаю вывод, что смартфон, на самом деле, делался, проектировался, наверное, левшой. Ну, действительно, это и такое есть. Вот, смотрите, у меня большая достаточно рука, я беру телефон и у меня даже вот указательный палец, чтобы дотянулся, нужно тянуться. Вот такая штука. На правой стороне уже интереснее. Здесь у нас качелька громкости металлическая и дополнительная кнопка, кнопка бум, которую довольно-таки активно компания Alcatel пиарили. Выполняет целую пачку функций различных, причем какая именно функция будет выполнена, зависит от того приложения, которое у вас работает в данный момент. Например, если у вас открыта камера, вы нажимаете эту кнопку, то телефон автоматически запустит стрим в интернет для различных ваших друзей, например. Если вы нажмете данную кнопку в режиме прослушивания музыки или просмотра фильмов, и при этом слушать будет через наушники, то смартфон автоматически изменит настройки эквалайзера, звук станет чуть более басовитым, чуть более широким, ну, в общем, вот так. Если же слушаете музыку через наушники или смотрите фильм, и опять же нажимаете эту кнопку, появляется эффект 3D-звучания. Вот такие вот дела. На самом деле, данная кнопка, конечно, тоже игрушка, но в некоторых случаях иногда прикольная вещь. На верхней части располагается стандартный разъем 300 мм и дополнительный микрофон, ну, а, собственно, снизу, чуть-чуть сбоку, разъем microUSB и, собственно, микрофон для голосовых вызовов. Обращаю внимание, что вся боковая грань, она металлическая, и точно так же, как и на многих современных устройствах, очень сильно стилизованы под iPhone вот этими вот разделителями. Само собой, смысла в них никакого практического нету, просто для красоты. Экран, конечно же, отличный, закрыт закаленным стеклом, Gorilla Glass, выгнутым по технологии 2.5 ND, все выглядит красиво, сочно и так далее. Ну и, кстати, опять же, насчет экрана. При нажатии кнопки Boom здесь сразу появляются какие-то дополнительные эффекты, которые делают картинку интереснее и так далее. Правда, сразу пропадает при нажатии на экран. И поскольку эта функция относится больше к экрану, то отдельно отметим, что здесь есть некая технология 180 градусов. Смартфон вы можете повернуть каким удобным образом, но в любом случае он окажется к вам лицом. Например, сейчас у нас сверху голосовой динамик и снизу вызывной динамик. Переворачиваем смартфон, автоматически переворачивается экран и сразу же переворачивается динамик. То есть здесь уже голосовой, здесь вызывной. Причем это никак не зависит от настройки обычного поворота экрана в Android. Это именно фишка данного смартфона. За работу смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 652. Восьмедленный процессор в паре с 3 МБ оперативной памяти. В Antutu смартфон набирает порядка 80 тысяч баллов и, сами понимаете, этого более чем достаточно. Ну и совершенно точно хватит за глаза тем, кто играет в различные раннеры или тем, кто играет в игрушки типа раннеров или соберили линейку из бриллиантик. При этом работает смартфон на базе операционной системы Android, практически голый. В данный момент это Android 6.0. Вполне возможно обновиться и до семерки, но обновление уже дали, ждать точно не стоит. Прошивка работает достаточно стабильно. И отдельно отметим, что здесь очень-очень много предустановленных различных приложений. Например, для VR-очков есть отдельный маркет, откуда вы будете скачивать видео, игры и так далее. По поводу батареи, здесь уже не все так топово. В смартфоне установлен батарею на 3000 мА. Есть функция быстрой зарядки. Но, несмотря на наличие AMOLED-матрицы, разрешение здесь очень высокое. Смартфон живет не более дня, ну, может быть, дня полтора максимум. И радует, конечно же, быстрая зарядка, но, как бы, честно говоря, хотелось бы больше. Тем более, что у конкурентов практически всех больше емкости. Смартфон устроен батареей на 3000 мА. Есть функция быстрой зарядки, но в данном случае батарея достаточно средняя. Да, вам хватит ее, скорее всего, где-то на один день работы. Ну и в Antutu тестере смартфон набирает порядка 7-8 тысяч баллов. Это достаточно средний показатель, как раз подтверждает мои слова. День полтора, вряд ли больше. Что касается камеры, в данном случае установлен неплохой себе модуль на 16 мегапикселей для основной. И камера действительно вполне себе неплохая. Камера, опять же, не принадлежит к каким-то топовым сегментам. Но отдельно отмечаем, что здесь очень много дополнительных функций. Например, функция Fuse. Позволяет делать 3D-снимки или 3D-видео, снимая его под разными углами. Ну, вот, собственно, инструкция у нас появляется на экране. Можно делать микрофильм, можно замедлять видео и так далее. Отдельно, конечно же, отметим то, что смартфон снимает видео в режиме 4К. Однако, фактически, при съемке видео начинает подтормаживать. И мощности смартфона просто элементарно не хватает. Поэтому снимайте Full HD. Ну и напоследок, конечно же, скажу про звучание. В данном случае, как я уже говорил, это, по сути, музыкально направленный смартфон. В комплекте лежат неплохие наушники от JBL. Стоят два стереодинамика от того же самого JBL. И, конечно, по звучанию это да. Смартфон звучит очень-очень неплохо и за счет аудиопроцессора, и за счет встроенных настроек для управления звуком. Отдельно отметим, что в прошивке сразу установлена программа Waves Max Audio, которая автоматически может подстраивать звучание под то, что у вас сейчас воспроизводит смартфон. Это может быть музыка, это может быть какие-то фильмы. В целом, звучание очень-очень достойное на уровне лучших представителей смартфонов в чести музыки. Ну а вот через динамики, это прям мечта тех, кто любит смотреть фильмы, не через наушники. Звук очень громкий, опять же, есть дополнительные улучшайзеры при нажатии этой кнопки. В общем, звук через динамики тоже очень и очень классный, громкий и детальный. Ну и, конечно же, отметим то, что в смартфоне установлен NFC, и он есть, он работает, можете с помощью него что-нибудь кому-нибудь оплачивать. Ну и если делать вывод, iL4s очень интересный смартфон и по набору характеристик, и по комплектации. За смартфон и отличный экран, отличное качество звучания как через наушники, так и через динамики. Вполне достойная производительность, вполне себе неплохая камера. На среднем уровне находится автономность. Ну а если говорить про минусы, то, конечно же, это очень маркий экран и цена. Если говорить про цен, то тут, конечно, при сравнении в лоб с конкурентами, вы точно найдете смартфон, который будет более мощным или лучше снимать. Но в то же время, такую комплектацию попробую еще найди. В целом, смартфон не имеет каких-то ярко выраженных минусов, за исключением, пожалуй, отсутствия датчика отпечатка пальцев. Поэтому, если он вам понравился, если вам нужно качественное звучание, если вам действительно нужен VR-шлем, наушнички и вот это все в комплекте, то вполне можете присматриваться к данной модельке и приобретать. Цены актуальны и полные характеристики есть по ссылкам под данным видео. Если у вас есть вопросы и комментарии по этому смартфону, пишите, будем рады почитать и ответить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будет скоро много интересных обзоров, розыгрышей. На этом всем спасибо, всем пока!